Произошло все ночью. Мужчина готовился запустить квадрокоптер с мобильными телефонами над зоной. Но офицеры подоспели раньше. О возможном перебросе они знали заранее. Мы с сотрудниками УФСИН и сотрудниками местного отдела выдвинулись сюда, на данный участок, где был обнаружен гражданин, сидящий в машине, готовящийся совершить попытку доставки. Квадрокоптер был при нем и телефоны уже с мотаной липкой лентой скотч. Он оказывал в сопротивлении? Нет, данный гражданин признался, что хотел совершить данное деяние. А вот и он, доведенный до совершенства, квадрокоптер-почтальон. К нему примотали три мобильника, которыми в зоне планировали пользоваться осужденные. Камера на дроне позволяла определить, куда сбросить посылочку. Чудо-технику изъяли до решения суда. В зону часто пытаются пронести, перебросить или передать запрещенные вещества и предметы. Условия режима не разрешают мобильники, флешки, симки, наушники, алкогольную продукцию и даже сахар больше 200 граммов. Естественно, обитателей зоны это не устраивает, и они ищут способы, желаемое получить. Людей, которые приходят в зону для посещения, родственников, например, или близких людей осужденных, заранее предупреждают о том, что если они пронесут запрещенные вещества или предметы на территорию колонии, может грозить уголовное наказание или административное. Так, например, за пронос мобильных телефонов может грозить штраф. А вот за наркотические вещества – реальный срок. Посылки тщательно досматривают. Передачи, которые несут сюда на кратковременное или длительное свидание, тоже разрешается до 20 килограммов продуктов за раз. На обследование одной такой посылки уходит до нескольких часов. Все сыпучее нужно пересыпать, а жидкое перелить. С консервами мы смотрим, открываем не все. Есть только подозрительные банки, мятые. Но этикеточку сдираешь, сразу видно. Бывает вот здесь спаяно в швах или вот здесь. Но если сильно подозрительные, мы открываем, протыкаем их. Или совсем открываем, или протыкаем. То есть бывает, что вот так проткнешь, и сразу уперся в телефон. Это не пустые формальности. Регулярно в посылках и передачах сотрудники находят запрещенку. Ирину Викторовну инспектора со стажем не обманешь. Находила и наркотики в блинах, и телефоны в шпротах. В конце прошлого месяца хитрые придумщики с воли засунули больше 30 симок в шоколадные конфеты. Прямо внутри шоколадных конфет. Вот так разламываешь конфеты, а там прям симочки маленькие такие. Микро, наверное. То есть вот. Так же вот бывает в туалетной бумаге. Ну ее, конечно, вот в перчатках сейчас, ну как бы плохо. Они ее пропитывают. Если без перчатки, то сразу поймешь. Если бумага сырая, значит мне что-то есть. Вот. Здесь, конечно, видно, что она сухая. Такая эта. Так же вот мы ее смотрим. Серединочку бывает что-то пихают. Ну вот так прокалываем. Перебрасывают подарочки с волей через забор. Правда, сделать это непросто. Мешает колючка. Но пробуют все равно. Всячески надеются обмануть видавших видосотрудников. Наркотические вещества находили как в черносливе, спрятанных еще способом. В салате оливье было. Заместо как бы определенного продукта, как зеленый горошек, были спрятаны наркотические вещества. Также в пюре картофельном находили. Также еще находили упаковку масла топленое. Было растоплено и залито наркотическое вещество. Это Юлия и ее напарник по кличке Торнадо. Их задача найти скрытое в самой зоне. Вдруг что-то удалось пронести. Овчарка умеет находить все виды наркотиков. По отряду идет напряженно и сосредоточенно. Общие обыски в спальных помещениях проходят раз в месяц. Задействуют до 20 офицеров. Плановые обыски проводят ежедневно. Внеплановые по оперативному донесению. В комнате проведения свидания однажды мы досматривали посылки. Он сначала очень внимательно принюхался к одной из посылок, стоящих в ряду. Потом обозначил, сел. И при досмотре после этого было обнаружено наркотическое средство. В отрядах находят телефоны, симки, игральные карты, бражную жидкость, провода. Розетка на весь этаж одна. Поэтому умельцы стараются что-то придумать с проводкой. А делать этого нельзя. Сегодня, к слову, тайник в кладовке пуст. Запрещенные предметы в виде наркотических веществ. Это в основном передачи, перебросы через основное ограждение. Средства мобильной связи также доставляются через комнату свиданий. Также перебросами. И обысковое мероприятие проходит в отрядах. Находят запрещенные предметы в тайниках, под полом. В оборудованных тайниках, в тумбочках. В личных вещах осужденных. За обнаруженный телефон или симку осужденного переводят в помещение камерного типа на срок до 6 месяцев. А потом на год в строгие условия отбывания. За наркотики наказание весомее. Им по эпизоду суд определяет срок наказания. Дополнительный срок наказания. И плюс к этому, совершив преступление в колонии, повторно. Он автоматически переводится на строгие условия отбывания наказания. Это отдельный отряд, где намного жестче режимные требования. Они находятся постоянно в помещении отряда. Только прогулка у них еще допускается полтора часа. Владелец квадрокоптера отделается штрафом, причем небольшим, от 3 до 5 тысяч рублей. Несопоставимо маленькая сумма. Для сравнения, один даже самый разбитый телефон в колонии стоит в 10 раз больше. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Южский район.